Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Летопись веков». Сегодня 26 ноября, в этот день во всемирной истории. В 1095 году на церковном соборе в Калермоне Папа Римский Урбан II провозгласил первый крестовый поход. В 1394 Сеул стал столицей Кореи. В 1731 родился британский поэт Уильям Купер. В 1832 в Нью-Йорке начал работать первый в США трамвай на конной тяге. В 1855 родился русский писатель, журналист, бытописатель Москвы Владимир Гелеровский. В 1924 Великий народный хурал провозгласил Монгольскую народную республику. В 1949 Учредительное собрание Индии приняло конституцию, согласно которой Индия стала парламентской республикой. 26 ноября 1394 года Сеул стал столицей Кореи. Историки до сих пор не определились с датой основания Сеула. Известно, что в 370 году до н.э. на месте современного города стояла столица государства Пекче под названием Вересон. Названия города менялись неоднократно. Находясь в составе государства Корео, Сеул носил название Хансон. В 1392 году государство Корео распалось, и к власти пришла династия Чосон, основавшая королевство Сила. Новая династия требовалась новая столица. Основатель династии Чосон, полководец Ли Сонге, впоследствии известный как король Тхайджо, в 1394 году решил перенести столицу из Кэсона в Хансон, переименованный по королевскому указу в Ханьян. В народе Ханьян называли Сеул, что в переводе с корейского языка означает «столичный город». По приказу короля в городе были сооружены дворцы и возведена 18-километровая крепостная стена с башнями. Согласно летописным сведениям, к 1428 году площадь внутри городских стен составляла около 16 квадратных километров. В городе проживало более 100 тысяч человек. В 1592 году в Корею вторглись японские завоеватели, захватившие и разрушившие Ханьян. Корейский император Санчжо призвал свой народ к борьбе с захватчиками, а также обратился за помощью китайской империи Мин. Корейский флот, который был достаточно мощным по тем временам, нанес японцам сокрушительный удар в сражении на море. Корейцы в союзе с китайцами отбросили японские войска от Ханьяна. В 1597 году японцы вновь предприняли попытку захвата города, но безуспешно. В 1627 и 1636 годах на корейскую столицу были совершены нападения маньчжурских войск, что побудило представителей династии Чосон искать соглашения с правителями Маньчжурии. В дальнейшем внешняя угроза усугублялась непрестанной борьбой за власть между различными политическими группировками. В 18 веке, в период правления королей Йонджо и Чонджо, в Корее на время прекращается борьба за власть и начинается эпоха расцвета корейской культуры, в том числе литературы и искусства. Во второй половине XIX века экономическое развитие Ханьяна было обусловлено интенсивным проникновением иностранного капитала на территорию Кореи. Огромные средства вкладывались в промышленность корейской столицы, что привело к быстрому подъему городского хозяйства. В 1910 году Корея была аннексирована Японией, и династия Чосон лишилась власти. Название «Сеул» было официально дано городу после изгнания японских захватчиков в 1945 году, когда спустя три года была провозглашена Республика Корея, Сеул стал ее столицей. 26 ноября 1731 года родился британский поэт Уильям Купер. Он появился на свет в Грейт-Беркемстеде, в графстве Хартфордшир. Сын священника по материнской линии он был потомком известного английского поэта и проповедника Джона Дона. В 10-летнем возрасте его отдали в Вестминстерскую школу в Лондоне, которую он окончил в 1749 году. После этого Купер поселился в Темпле, где занялся изучением права, а также античной, французской, итальянской и английской литературы. Уильям Купер был человеком, сознательно избегавшим шума больших городов и потому жившим в глуши. Этому способствовали его чувствительность, склонность к меланхолии и глубокая религиозность. Купер переводил Илиаду и Одиссею Гомера, перевел Генриаду Вольтера, писал лирические стихотворения и религиозные гимны. В Англии Купера считали лучшим поэтом своего поколения, в частности, из-за присущей его творчеству лирической нежности, любви к родной природе, чувствительности и благочестия. Картины природы и сельской жизни, изображения мирных тружеников, чередуются у Купера с картинами домашнего быта. В поэме «Задача» он сочетал все эти свойства с сатирой и норовоучением. Поэзии Купера присущи интимной интонации. В сатире же он явно тяготеет к обобщению и морали. Двухтомный сборник стихотворения Уильяма Купера включает в себя сатиры на социальные темы. Приятельница Купера, леди Остен, снабдила поэта сюжетом баллады «Веселая история Джона Гильпина», вышедший в свет в 1783 году и снискавший огромную популярность. Легкость и гармоничная простота прозы Купера ставят его в ряд великих мастеров эпистолярного жанра английской литературы. Самые известные произведения поэта – сборник духовных стихов под названием «Алнейские гимны», вышедший в 1779 году, а также поэма «Задача», написанная белым стихом и ставшая образцом дидактической поэзии в эпоху перехода от классицизма к сентиментализму. 26 ноября 1855 года родился Владимир Гелировский, русский писатель, журналист, бытописатель Москвы. Он появился на свет в семье Алексея Ивановича Гелировского, помощника, управляющего лесным имением графа Алсуфьева в Вологодской губернии. В августе 1865 года Владимир поступил в Вологодскую гимназию, где начал писать стихи и эпиграммы на учителей. Во время учебы в гимназии он два года изучал цирковое искусство. В июне 1871 года, после неудачного экзамена, Гелировский без паспорта и денег бежал из дома. В Ярославле он нанялся в Бурлаки и 20 дней шел с лямкой по Волге от Костромы до Рыбинска. Осенью того же года Владимир Алексеевич поступил на службу вольно определяющемся в Нежинский драгунский полк. В 1873 году он был направлен в Московское юнкерское училище, где проучился около месяца, после чего был отчислен за нарушение дисциплины и вышел в отставку. В дальнейшем Гелировский работал истопником на белильном заводе купца Сорокина в Ярославле, пожарным, на рыбных промыслах, в Царицыне подрядился табунщиком, в Ростове-на-Дону работал наездником в цирке. В 1875 году он начал работать актером в театре. С началом русско-турецкой войны Гелировский снова пошел в армию вольно определяющимся, служил на Кавказе в 161-м Александропольском полку, был награжден знаком отличия военного ордена 4-й степени и медалью за русско-турецкую войну 1877-78 годов. В 1881 году Владимир Алексеевич поселился в Москве и работал в театре Анны Бренко. В августе в журнале «Будильник» были опубликованы стихи Гелировского о Волге. Осенью того же года он бросил театр и занялся литературой. Сначала он печатался в русской газете, а потом начал работать репортером в газете «Московский листок». С 1884 года Гелировский работал в русских ведомостях. В 1894 году Гелировский издал сборник стихов «Забытая тетрадь». В мае 1896 года во время народного гуляния по случаю коронации императора Николая II он был очевидцем катастрофы на Ходынском поле, где чудом остался жив. Репортаж об этой трагедии был им опубликован через день после происшествия. Этой темы Гелировский коснулся и в своих воспоминаниях. После Октябрьской революции 1917 года Гелировский пишет для газет «Известия», «Вечерняя Москва», «Журналов», «Прожектор» и «Огонек». В 1922 году он издает поэму «Стенька разин». В 1926-1934 годах выходят его книги «От английского клуба к музею революции», «Москва и москвичи», «Мои скитания», «Записки москвича», «Друзья и встречи». Являясь большим знатоком русской столицы, ее бытописателем, Гелировский с необыкновенной теплотой описывал жизнь старой, ушедшей безвозвратно Москвы, ее нравы и обычаи. Книга «Москва и москвичи», а также автобиографическая трилогия занимают заметное место в литературе и дают нам живое представление о прошлом. 26 ноября 1949 года Учредительное собрание Индии приняло конституцию, согласно которой Индия становилась парламентской республикой. В июле 1947 года парламент Великобритании принял закон о независимости Индии. Данный закон предусматривал создание на территории полуострова Индостан, находившегося под властью британской короны, двух независимых государств Индии и Пакистана. Еще до принятия этого закона в 1946 году в Индии было избрано Учредительное собрание, которое около трех лет разрабатывало проект Конституции. 26 ноября 1949 года Учредительное собрание приняло Конституцию Индии, вступившую в силу в январе следующего года. Одна из основных целей принятия Конституции заключалась в правовом оформлении существования Индии как суверенного государства. Индия своей Конституции создала прецедент. Отказавшись от статуса Доминиона, установленного для нее британским парламентом, она провозгласила Парламентскую республику. Конституция Индии провозгласила создание суверенной и демократической республики, в которой запрещались рабства и какие бы то ни было формы принудительного труда. В Конституции говорилось о равенстве всех граждан перед законом, независимо от религиозной, расовой и кастовой принадлежности, пола и месторождения. Затем эти положения были подтверждены рядом законодательных актов, в том числе изданным в 1955 году законом о наказуемости кастовой дискриминации. Конституция провозгласила неприкосновенность частной собственности. Согласно основному закону, в Индии устанавливалась федеративная форма государственно-территориального устройства с высокой степенью централизации власти в руках федерального центра. Одним из проявлений колониального наследия стало закрепление в Конституции 1949 года прежнего территориального деления. Оно предусматривало существование различных групп штатов, в том числе таких, где главой исполнительной власти являлся один из местных князей. В 1956 году был принят акт о реорганизации штатов, по которому с учетом национальных и языковых особенностей населения было создано 14 штатов и ряд союзных территорий. Впоследствии число штатов возросло за счет преобразования в штаты некоторых союзных территорий, а также разделения отдельных штатов. За пять с половиной последующих десятилетий в текст Конституции Индии было внесено более 500 различных изменений. Целый ряд поправок был посвящен реформе федеративного устройства, а также роли партий в политической системе страны. Летопись веков – это история России и зарубежных стран. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok